Здравствуйте, Мамина Школа открыта для вас. Сегодня 23 февраля, праздник всех мужчин, а значит и праздник всех пап. Поздравляем всех пап с их праздником. Но у нас есть еще один повод порадоваться. Сегодня юбилей Мамины Школы, 50 выпуск нашей передачи. В этом юбилейном выпуске мы поговорим о психологической готовности мужчины к отцовству, а во второй части о том, как воспитать мужественность у мальчика. О том, как воспитывать мальчика. И у меня есть для вас сюрприз. Сегодня в нашей студии моя семья, мой супруг Андрей и дочка Вероника. Здравствуйте, мои хорошие. Здравствуйте. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Ну, мы уже в нашей передаче говорили о психологической готовности женщины к материнству, что это действительно сложный процесс, что не каждая женщина готова стать мамой, но мы знаем, что и психологи доказали, что папой стать тоже непросто, и мужчина к этому готовится. Ну, так как у тебя опыт отцовства не с одним ребенком, дай какие-нибудь советы тем людям, которые только собираются стать папой. Считаю, что мужчина должен достигнуть этого возраста. Это где-то примерно 28-30 лет мужчине. Соответственно, он должен вырастить дерево, посадить сначала, вырастить, построить дом и воспитать детей. Родить и воспитать детей. Когда мужчина достигает этого, то он понимает, что надо найти супругу, надо родить детей, надо воспитывать, и он к этому идет. Итак, первая причина, по которой мужчина не готов стать отцом, это материальная. Для начала ему надо достичь определенный материальный уровень, чтобы он смог обеспечить семью. И тогда он решает завести семью, а значит и решает завести ребенка. Однако, даже после этого, многие мужчины сталкиваются с проблемой психологической. Они не знают, каково это быть отцом. Андрей, вот когда у нас родилась Вероника, наша старшая дочка, и ты уже в реальности стал отцом, как ты себя ощутил? То есть ты был готов к этому, или было все-таки сложно понять, что ты стал отцом? Понять-то я это понимал. Но вот эти бессонные ночи, вот этот детский крик, вот эта ответственность на тебе, она играла свою роль, подламливала меня. Ну, я стремился, я терпел, я не досыпал. Да, дочь. Да. Купал вместе с мамой, помогал маме. Купал, гулял, одевал. То есть, если я правильно понимаю, то чувство отцовства приходит со временем, когда ты понимаешь, что за ребенка нужно нести ответственность, что за ним надо ухаживать, что это не просто кукла, а что это живое существо, которое требует особого ухода и пристального внимания. То есть тогда, наверное, и формируется вот это чувство отцовства. Да, первый раз я почувствовал тогда, когда ребенок только появился на свет. Ну да. Если ты помнишь, что мы практически рожали вместе. Это было так. И когда я это увидел, существо, оно еще было такого цвета, неземного, то, соответственно, сразу же потекли из глаз слезы. То есть я... Это был первый раз, когда я видела, что ты плачешь. Да, это было практически так же. И последний раз. Я так же прочувствовал, как и ты. Да, это, конечно, был незабываемый момент. А вот есть какие-то ощущения после рождения второго ребенка? Вот это чувство отцовства, оно укреплялось, или ты уже как опытный отец подошел? Чувство отцовства укрепилось, когда я увидел такого же ребенка, только это был мальчик. Вот тогда чувство отцовства, оно еще укрепилось, что это моя фамилия, это продолжение рода. А вообще психологи советуют мужчине, будущему папе, заранее готовиться к отцовству. Вместе с будущей мамой в момент беременности посещать врача, посещать какие-то специальные занятия, гулять, заботиться о маме. И вот эти 9 месяцев подготовки к родам, в момент беременности тоже проводить почаще вместе с мамой, чтобы тоже почувствовать себя будущим отцом. И уже сейчас принимать какие-то решения, и уже сейчас готовиться к появлению малыша. А иногда, представляете, даже так бывает, что папа таким же беременным становится, как и мама. У него даже появляется тошнота, у него появляется головокружение, у него появляются переживания, перемены настроения. То есть он настолько вживается в роль будущего папы, он настолько хочет помочь своей беременной жене, что сам становится беременным. Этот факт доказан. У тебя такого не было? Нет, у меня такого не было. Да, я помню, что ты очень мужественная. Но пренатальное воспитание у нас проходило как часы. Да, пренатальное воспитание – это воспитание ребенка. Ну, как часы. Как часы. Как часы. Все было как часы. Когда Вероника была еще в животе у мамы, мы вместе ходили на занятия и развивали ее уже, находясь в животе. И мой супруг мне всегда помогал и во время беременности, и после рождения детей, чего и всем остальным мамам я тоже желаю. И когда будущий папа становится настоящим папой, он, конечно, берет на себя какие-то обязанности и ответственности. Обязанности по воспитанию и развитию ребенка. Сейчас мы отправимся в одну из московских семей и узнаем, как папа занимается со своими детьми и что дети любят делать со своими папами. Давайте посмотрим сюжет. Мольшинство мужчин, зная, что жена ждет ребенка, мечтают о сыне. Но как правильно воспитать сына, чтобы он был, с одной стороны, увлечен мужскими занятиями, а с другой стороны, был нежно токсичен по отношению к женщинам? Об этом мы поговорим с мамой двух детей, Ариной Барановой. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте. Скажите, а ваш сын интересуется тем, чем занимается папа? Ну, конечно, он же сын, достаточно часто, любопытный очень, иногда пристает. Но папа у нас, если есть время, всегда ему уделяет внимание. Прививает ли ваш муж интересы к вашему сыну, какие-то мужские свои? Да, конечно. У них много занятий вместе, разнообразных прививает, и интерес к своему хобби. Вместе проводит время, вместе уходит иногда. В шахматы вместе играет. Что? Ну, ремонтирует. У нас же папа весь ремонт дома сделал сам. И Матвей, видя и слыша, как папа целыми днями работает, ему всегда помогал. Ну, мер своих способностей и возможностей. Ну, ему даже нравилось, мы даже его на кружок отдали после этого, помоделировали. Чувствуете ли вы, что у вас двое мужчин в доме? Да. Особенно, когда появилась младшая дочь, то папа своим примером, прежде всего, заботой и помощью мне. И потом Матвей всегда мне помогали. Особенно Матвей, когда она подросла, и играл с ней, и мог даже покормить, на горшок садить. Ну, все дело, в принципе. А как вам кажется, в будущем ваш сын будет настоящим мужчиной? Надеюсь. Хотелось бы, конечно. Но достаточно даже того, чтобы как папа, это будет хорошо, а еще лучше. Мы будем только рады. Спасибо вам большое, Арина, за интересную беседу. Итак, мы увидели, что папа действительно любит заниматься со своим ребенком, любит с ним играть в шахматы, в конструкторы. Вероника, а вот чем ты любишь заниматься с папой? Кататься на горке, лепить снежки, кидаться. В папу. И, конечно же, соответственно, лепить снеговика и снежную бабу. Это то, чем вы в последний раз занимались, да? Здорово. Ну, а вы, папа, чем любите заниматься со своим ребенком? Ну, когда наша мама на телевидении, приходится воспитывать детей папе. Так, поподробнее здесь. Папа их немножко воспитывает в жестком темпе. Он их строит и начинает играть с ними в прятки. Сначала, соответственно, покормит. Дети должны быть сытые и довольные. Только нет. Также мы любим играть в конструктор, любим готовить, любим играть в доктора. Ну, какие-то активные игры. Да, любим просто бегать по квартире. Потому что мама не любит эти активные игры. Мама любит порисовать, да, Вероника? И почитать. А я люблю поделки делать. Поделки с мамой любишь делать, да. И с папой тоже. Да, папа. То есть у нас произошло такое распределение обязанностей. Мы с мамой и папой, а мы с папой и мамой. Да, поделки делаем. Точно. И очень здорово так и получается. Вот так вот. Психологи доказали, что у девочки чувство материнства формируется в период игры дочки-матери. Все мы знаем, что все девочки любят играть в игру дочки-матери. А вот у мальчиков формируется чувство отцовства при общении папы с мальчиком. Наша следующая тема – воспитание мужественности у мальчика и вообще, как папе воспитывать мальчика. Сразу после нашей постоянной рубрики «Вопрос недели». Сегодня я отвечу на вопрос, касающийся установления отцовства. Его нам задал Георгий из Казани. Вот что он пишет. «У меня недавно родился сын. С мамой ребенка мы в браке не состоим. Недавно поссорились, она утверждает, что это не мой сын, хотя я уверен, что это не так. Как мне доказать, что я отец ребенка?» Да, Георгий, ситуация, конечно, сложная, но поправима. В соответствии со статьей 49 Семейного кодекса Российской Федерации, в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица, то есть отцовства, устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства с достоверностью, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Обычно для удостоверения такого иска и для удостоверения этого факта достаточно заключения судебно-генетической экспертизы. В случае удовлетворения такого иска вы будете обязаны, в соответствии со статьей 80 и 81 Семейного кодекса Российской Федерации, содержать ребенка до достижения совершеннолетия, то есть 18 лет. А вообще отцовство, это означает признание родственной связи, установление связи между ребенком и отцом. Но отцовство по законодательству может быть не только биологическое понятие, но и социальное происхождение ребенка от определенного мужчины. Примером социального отцовства является усыновление ребенка мужем-матери, который не является его биологическим отцом. Я надеюсь, что таких проблем будет как можно меньше и не будет споров, кто является отцом ребенка, а если что-то вы докажете свою правоту в суде, присылайте свои сообщения на электронный адрес и по почте. Я обязательно отвечу на каждое письмо и заходите на форум, там обсуждаются интересные вещи. Андрей, у нас с тобой есть еще и сын, и его действительно надо воспитывать сильным и мужественным. Вот как ты считаешь, как нам это надо делать, как папа? Я считаю, что мужчина, то есть папа, должен показывать пример сыну, так как сын – это отражение папы. Но это действительно так. Это действительно так. В связи с этим он берет пример с папы. Так как Вероника играет в куклы, то мы с Артемием, то есть с сынком нашим, играем в машинки, в рогатки, в прятки. Я знаю, что он постоянно любит брать твои отвертки. Отвертки, да. Он помогает в строительстве у меня дома. То есть вы уже вместе с ним дом строите. Мы с дочей будем сажать дерево. И поливать огород. И поливать огород, точно. То есть, тем не менее, все-таки есть различия в воспитании дочки и воспитании мальчика. Безусловно. Девочкам нравятся куклы, мальчикам нравятся машинки. Ты знаешь, некоторые родители принимают решение отдать своих детей в какие-то военные учебные заведения. Ну, чтобы была дисциплина, видимо, у сына. Наш корреспондент Мария Еремеева сейчас встретилась с мамой такого ребенка. И они приняли решение, что их ребенок должен учиться в кадетском корпусе. Давай посмотрим. Давай. 23 февраля принято поздравлять всех мужчин с Днем Защитников Отечества. Но как же становятся защитниками Отечества? Об этом мы поговорим с Валерией и ее сыном Даниилом, который учится в Московском морском кадетском корпусе имени Героев Севастопольцев. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили отдать сына не в обычную школу, а в кадетский корпус? Не случайно выбор места учебы, определяющий дальнейшую судьбу моего сына, выпал именно в кадетском корпусе. В 2005 году мне случайно попал в руки журнал «Кадетский корпус», в котором я увидела список всех кадетских корпусов Российской Федерации. и позвонив в один из них, мне с радостью сообщили, что ведется прием в одном из кадетских корпусов в первый класс. Дело в том, что желание у меня было огромное отдать ребенка в кадетский корпус, но мысль огорчала меня, что в кадетском корпусе берут только с пятого класса. И узнав о том, что в четвертом морском кадетском корпусе ведется прием в первый класс, мы так вот попали туда. А как отнесся ваш сын к такому выбору? Вы знаете, замечательно отнесся. Почему? Потому что тяга к морю, тяга к всему, что связано с морем, у него давно, еще с детства. И когда мы посетили этот корпус, изначально был у нас сбор организационный и встреча с преподавателями, которые в дальнейшем будут вести наших детишек. Нас встретили очень радушно, и мне понравилось отношение самоучителей, педагогов к родителям, к ученикам. И эти крошки, попав в морской музей, они были в восторге от того, что обстановка была, знаете, такая раскрепощенная. И после того, как мы вышли из школы, ребенок сказал, что мама, я хочу учиться именно в этой школе, я хочу стать, посвятить себя морю. Скажите, пожалуйста, вот учеба в кадетском корпусе, она дала ребенку какие-то новые качества в характере? Значит, у него появилась выдержанность. И на те замечания и критику, которая иногда происходит у нас в бытовых каких-то моментах, он реагирует вполне адекватно. То есть у него нет ни агрессии, он спокойный, он решительный. И в нем, вы знаете, скажем так, именно чувство патриотизма развитый. Он стал смотреть военные программы по телевизору. Его интересуют больше не попсовые какие-то вещи, а именно все то, что связано с долгом, с честью, с военной атрибутикой. Здесь вот мы видим моего дедушку Николая Теремтьевича, который был мичманом на Балтийском флоте. И я думаю, что это неразрывно связано с продолжением традиции именно морского дела. Я думаю, что мой ребенок, если бы дед был жив, он бы гордился, видя ребенка в этом корпусе. А сейчас мы узнаем, что же думает сам юный воспитанник об учебе в кадетском корпусе. Скажи, пожалуйста, тебе нравится учиться в кадетском корпусе? Да. Ну, потому что мне нравится там форма. Мне нравятся ребята. Потому что я познакомилась с ребятами, люблю с ними общаться. И мне нравятся линейки по утрам. Потому что там когда барабаны, у нас столько барабанов. И да, люблю выполнять команды. Расскажи про линейки, как они у вас проходят? Ну, линейка начинается в 8-10. Потом у нас выходит капитан первого ранга. Ну, не наш сам директор, а зам его. Он тоже капитан первого ранга, он зам. Выходит, говорит, равняюсь мне, А потом выходит наш капитан первого ранга, директор, и говорит... Точнее, зам капитана первого ранга подходит к капитану первого ранга, нашему директору, и говорит, товарищ капитан первого ранга, Ну, кадетский корпус имени Героя Севастополя По вашему приказанию построен Вот Потом директор наш говорит Здравия желаем, товарищ капитан первого ранга Все мы кричим А он нам говорит Здравствуйте, товарищи воспитанники Потом Потом он нам говорит Что там по дороге Скажите своим родителям, что там по дороге Будет дальше снег копать Что мы можем там погибнуть Ну, такие вот Что на школе там какой-нибудь это будет Какой-нибудь съемки приедут Ну, такие дела А потом у нас поднятие флага А девочки есть у вас в коллективе? Да, у нас 5 девочек, 17 мальчиков У нас в классе 22 человека Скажи, пожалуйста, а форма у тебя хранится дома или в школе? Конечно, дома Я же не могу приходить в школу В гражданке А потом опять переодеваться Я в форме дома Форма очень сложная Ее надо стирать Ну, не то, что каждый день стирать Надо так вот Вот здесь вот Может загрязниться Вот здесь Ее надо там Ну, потереть чуть-чуть там Ну, проманить Ну, она высохнет У нас передача выходит к празднику 23 февраля Может быть, ты хотел чего-то пожелать Своим друзьям, которые учатся с тобой в классе Своим командиром? Я желаю защитникам Отечества Всего самого наилучшего Чтобы они жили долго и счастливо И еще я хочу их поздравить с 23 февраля Как ты считаешь, как повлияет на ребенка вот такое военное обучение? Дисциплина будет действительно? Я считаю, только положительно То есть такое обучение пойдет на пользу ребенка? Ну, думаю, что не всем детям Но основная масса Должна расти в дисциплине Точно И если дома не получается Тогда надо отправлять на обучение в специальные учреждения Ну, если папа будет пожестче То дома это тоже будет получаться Если папа будет мягким, пушистым То это может и не получиться Ну, а дисциплина вообще мальчикам нужна? Безусловно Он должен расти в жестких рукавицах Ну что ж, мы выяснили, что при воспитании мальчика Действительно нужен особый подход Нужна дисциплина и яркий пример в лице папы Но надо не забывать, что любой мужчина Будь то мальчик маленький или взрослый папа Требует нежности, ласки и любви И они любят, когда о них заботятся Ребята, 23 февраля наш народ будет отмечать праздник День защитников Отечества А кто такие защитники Отечества? Это воины, которые защищают свой народ и свою родину Это армия Это Отечество У каждого народа есть своя армия Давайте мы с вами подойдем к иллюстрациям И посмотрим, какие рода войск здесь изображены Пограничники Пограничники Летчики Танкисты Зенитчики Десантники Моряки Танкисты Есть в армии различные рода войск Такая армия сильная Она может защитить свой народ и с моря, и на суше, и в воздухе Машенька, расскажи нам, пожалуйста, стихотворение Наша армия родная стережет покой родной Чтобы росли мы береги, зная, чтобы не было войны А сейчас Вика нам расскажет стихотворение про февраль Дуют ветры в феврале Воют в трубах громко Змейки мчатся по земле Легкая поземка Поднимаясь, мчатся вдаль Самолеты в звенье Это празднует февраль Армии рождения Наши дети подготовили инсценировку Которая называется Будем в армии служить Сейчас мы ее посмотрим Какие они у нас молодцы Раз, два, раз, два Будем в армии служить Будем в армии служить Будем в армии хранить Чтобы было как всегда Хорошо на свете жить Какой чисто смелый будет Какими усвоим там во всюду Раз, два, раз, два Будем в армии служить Будем в армии служить Будем в армии хранить Чтобы было как всегда Хорошо на свете жить Раз, два, раз, два Раз, два, раз, два Будем в армии служить Будем в армии служить Чтобы было как всегда Хорошо на свете На свете праздника Как всегда competиться Как recip Как старик и не коснется, папа, мама, конечно, мама, детский, мама, конечно. Папа хочет, папа хочет все, что угодно, мамой красным, морей, классным, праворубий. Папа хочет, папа хочет быть скинувом, только мамы, только мамы не может быть. Дорогие папы, дорогие дедушки, мы вас поздравляем с праздником, желаем вам здоровья, семейного благополучия, и мы для вас приготовили праздничный салют. Какой замечательный салют мы приготовили нашим дедушкам и папам. Ура! Ура! Летят на поболны военной мани. Ура! Мы своего папу тоже любим, и в этот праздничный день вместе с дочкой подготовили ему подарок. Вероника сегодня была на занятиях и приготовила папе танцевальный номер. Она сейчас покажет, как она учится танцевать для папы. Да, доченька? Да. Давай. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вот такой танцевальный номер Вероника приготовила Она учится танцевать вальс И в конце каждого танца У нас поклон Умничка моя хорошая Ну что ж, с праздником Дорогой наш папа Ну что ж, дорогие мужчины Будущие настоящие папы Поздравляю вас с вашим праздником И помните, воспитание ребенка Это прежде всего воспитание родителей Ваши дети берут с вас пример Так давайте показывать им достойный пример для подражания С вами была Наталья Политаева Семейного счастья и до новых встреч!